В Наринмаре прошел благотворительный вечер народного артиста России Дмитрия Певцова. Средства, вырученные от концерта, направят на строительство Арктического собора в столице региона. По словам епископа Наринмарского и Мезенского Якова, артист сам предложил организовать благотворительный концерт для жителей Неницкого округа. Концерт народного артиста епархия поддержала в рамках проекта «Русская Арктика» и федеральной программы укрепления единства российской нации. У меня нормальный человеческий отклик на подобного рода приглашение. Если нет возможности, у меня даже не возникает ничего, кроме взять и приехать. Это, по-моему, нормально для любого человека. В храм Дмитрия Певцова, по его словам, привела трагедия. Народный артист в 2012 году потерял сына. Он погиб при трагических обстоятельствах. Одну из песен артист посвятил памяти своего сына Даниила. Музыкальная моя деятельность, она связана сейчас, наверное, в первую очередь с тем, что я пою только то, что мне интересно, то, что меня волнует, радует, печалит, веселит, раздражает. То, что мне не нравится, я не пою. И я этим делюсь с людьми, которые приходят на мои концерты. Это самое главное. И на сцене, вот на этой сцене я не актер, не народный артист Дмитрий Певцов. Я человек Дмитрий, который этими песнями разговаривает с людьми. Разговор получился действительно откровенным. В песнях артист затронул и личные темы. Например, знакомство с женой, известной артисткой Ольгой Дроздовой, которая вместе с Дмитрием Певцовым снималась в сериале «Бандитский Петербург». Охолден в праздной суете, разнообразной нитей. Особое место в каждом концерте, по словам артиста, занимает духовная музыка. Автором таких песен является друг и продюсер Певцова Андрей Вертузаев, лидер группы «Картуш». У нас всегда присутствует, например, песня «Молитва», песня «Остров покаяния», которую я написал еще в 2008 году. Это к фильму Павла Лунгина «Остров» была песня написана. По стилистике она не подошла, по фильме не вошла. Но песня есть в нашем репертуаре, и я ее часто исполняю. Также на концерте прозвучали отрывки из рок-оперы «Юнона и Авось», роман Свертинского и Таревердиева. Особенно наринмарские слушатели оценили исполнение песен Владимира Высоцкого. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Роман Делимарский, телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова